Давайте разберёмся с ушиванием апоневроза. В первую очередь надо понять, как измеряется соотношение нити к соотношению раны. И вот эта формула является основной для измерения. Берётся длина нити после ушивания, измеряются длины остатков первого и последнего, отнимается ещё 2 см, это на каждый узел, первый и последний, и делится на длину разреза. В том примере, который мы сейчас увидим, длина нити 70 см, длина остатков 50 см, минус 2 см на 2 узла, получается израсходованной нити 18 см, длина разреза 3 см, итого соотношение 6 к 1 см. Давайте посмотрим технику ушивания. Итак, мы прошиваем пробную ткань. Три полупетли делаем вокруг зажима. Дальше свободный конец нити вкладываем в эти полупетли и затягиваем. У нас остаётся остаток, этот остаток мы срезаем. После этого мы делаем шов. Первый узел должен быть наложен за пределами разреза, так же, как и последний. Но мы не будем весь разрез ушивать. Отступ примерно от 5 до 7 мм, шаг от 5 до 7 мм. Ткань не очень удобная, мне не получается так точно, как в нормальном апоневрозе это делать. Мы наложим такой стандартный шов длиной 3 см, просто ради того, чтобы показать, как накладывается и как измеряется это расстояние. И так накладывается непрерывный шов, это шов апоневроза. Первый узел, который мы завязали, вариант самозатягивающегося узла. Чуть дальше мы его ещё раз посмотрим. Последний это узел Абердина. Абердин тоже имеет свои вариации. Вот я сделал разрез длиной 10 см, но просто не стал затягивать видео, потому что иначе в учёбе необходимо прошивать весь разрез. Итак, узел Абердина, он состоит из трёх полупетель. Вот одна полупетля, вторая, третья полупетля и тут называется два поворота нити. Вот так вот завязан узел Абердин. Теперь как измеряется? Вот мы измерили один остаток, это 10 см, и второй остаток, это 40 см. Итого получилось 50 плюс 2, 18 делённое на 3, 6 к 1. Вот теперь первый узел. Берутся две нити и зажимом или его держателем вы делаете три поворота. То есть вы создаёте три полупетли. После того, как сделаны три полупетли, в кончик зажима вы вставляете кончик свободной нити. Протягивая эту нить через полупетли, вы получаете тройной полупетлевой узел, который, в общем-то, и будет самозатягивающимся. Теперь последний узел, узел Абердина. То же самое, это полупетлевой узел, когда нить протягивается через кольцо и создаются полупетлевые. Вот так, одна петля. Вторая петля. Как я уже сказал, три полупетли и два поворота. Это, в общем, основа узла Абердина. Если шов длинный, то по ходу шва можно накладывать промежуточные узлы, вот как здесь показано. Или вязать из двух нитей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...